Встреча с канадскими профессионалами 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 Легендарный Бобби Халл. Его называют мистер хоккей и золотой реактивный истребитель. Мальчишки в Канаде играют Бобби Халла. Владислав Третьяк встал в ворота нашей сборной в 18 лет, а сейчас в 22 года. Он четырежды чемпион мира и золотой призер Олимпийских игр. О Бобби я узнал почти все. Что ему 35 лет, а на коньки он встал в 4 года. Что у него сильнейший бросок в высшей профессиональной лиге. Что он вырос в рабочей семье, где было 11 детей. И что у него самого детей пятеро. По титулам в истории канадского хоккея Бобби Халл уступает только Горди Хоу. Но о нем речь впереди. Канадцы в игре не жалеют себя. И старые, и молодые. Кстати, если взять 10 сильнейших игроков в канадской сборной, то старшему 46 лет, а младшему 31. В нашей сборной такие старички уже не играют. Средний возраст наших ребят 24 с половиной года. Темп и комбинационная игра. Вот наше оружие. Решите туда палку поставить, и царочки все побирают. Ребят, в зоне повнимательней все, ребят. Все повнимательней. Валер, валер, валер. Катись! Вмена! Вмена! Третьяк говорит, что когда бросает Бобби Халл, то полет шайбы почти не виден. Третьяк! 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 Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ветеран номер один в истории канадского хоккея Горди Хоу 46 лет Любой из наших хоккеистов ему годится в сыновьях Ведь Горди Хоу начал играть в профессиональный хоккей в 1946 году Тогда у нас проходил первый чемпионат страны по хоккею Человек с тысячу шрамами, мистер самый-самый, железный Хоу Лучший хоккеист всех времен, как только его не называют В канадском хоккее он обладает всеми рекордами Всего их 29, мы назовем только два Он провел 1841 матч в национальной хоккейной лиге И за 25 сезонов забил 853 шайбы 46 лет Я слежу за его умной и рациональной игрой И думаю о том, как все-таки много значит опыт И мне вдруг показалось, что снова вышел на лед незабываемый Александр Рагулин Поражает цель знаменитый щелчок Анатолия Фирсова В рвутся к канадским воротам Неудержимые Борис Майоров и Вячеслав Старшинов Время остановило их бег Что ни говорите, грустно, когда уходят ветераны Грустно и не хочется слышать эти аплодисменты Я все прекрасно понимаю Время необратимо Но, может быть, мы все-таки поторопились проводить всемирно известных спортсменов в 30 лет Может, не всегда скорость бега – главное оружие хоккеистов А Гордихову играет в 46 лет Играет в семейной тройке вместе с двумя сыновьями И последите за ним Он игры не портит Гордиховulares Гордихов По нашим меркам и Бобби Халлу давно пора уходить. Но в Канаде он забил Владиславу шесть шайб и был самым опасным нападающим. Поэтому в Москве он пользуется особым вниманием наших защитников. Бобби Халлу бросает перчатку Владиславу Третьяку, но гол забить ему пока не удается. Как болельщик опытный, я в каждой встрече замечал у канадцев элементы грязной игры. Но пока была надежда на победу или хотя бы на ничью, они сдерживались. А когда эту надежду разбили наши ребята, игроки канадской сборной отпустили тормоза. Рано или поздно это должно было случиться. Скамейка штрафников в эти минуты не пустовала. Порой даже лед не выдерживал накала страстей, не говоря уж о судьях. Статистика канадского профессионального хоккея говорит, что только за один сезон игрокам высшей профессиональной лиги накладывается 4800 швов. Ветеран Горди Холл по этому поводу сказал, а что делать? Хоккей опасная работа. Он знает, что говорит. Выбитые зубы, переломы рёбер, носа, запястья. Свыше 300 шрамов на лице и голове. Страшный итог карьеры профессионалов. Да, трудно в команде гостей выбрать кандидата на приз самому корректному игроку. Может быть, Бобби Халл? Он старался утихомирить разбушевавшихся коллег. Многие наши игроки получили травмы. Харламов, Цыганков, Петров, Якушев, Мальцев. Честно говоря, после таких событий, я почти забыл о задаче фильма. Рассказать о дуэли Бобби Халла и Владислава Третьяка. Бобби Халл забил в Москве только одну шайбу. Так что дуэли, как таковой, почти и не было. Правда, он забросил еще одну. Но канадский арбитр Браун ее не засчитал. Потому что забита она была уже после финальной сирены. Бобби Халла Бобби Халла Да. Эта ката. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...